Бывший владелец клуба Челси Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине средств, полученных с продажи клуба Челси. Как пишет Daily Mail, бизнесмен хочет передать часть денег пострадавшим гражданам из России. В свою очередь, власти Великобритании и Еврокомиссии выступают против этого решения. В британском миде выразили надежду, что деньги будут переданы Украине до зимы. Комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. Насколько я помню, начало этой истории, когда была совершена сделка по продаже футбольной клуба Челси, уже тогда обсуждалось, что эти средства должны поступить Украине. И это казалось само собой разумеющимся. То, что сейчас все-таки следует уточнение, что когда говорилось о пострадавших конфликте, подразумевалось не только Украина и Россия. Это интересный, на мой взгляд, момент. Лично для меня возникает вопрос, были ли какие-то формы наддокументов в связи с этим, которые предполагали, куда и на каких условиях будут перечислены деньги. Потому что там не совсем уж такая была добровольная продажа. Были условия выставлены правительством Великобритании, что эти деньги ни в коем случае не должны достать именно Роману Абрамовичу. Я не совсем понимаю, почему Великобритания и Еврокомиссия проявляют такую принципиальность в данном вопросе. Мне кажется, что выходом могло бы стать направление их какой-нибудь международной организации, например, Красному Кресту. Возможно, как раз этот вариант рассматривается. И как раз этот вариант, возможно, не устраивает правительство Великобритании и Евросоюз. Возвращаясь к вашему вопросу, какая могла бы быть реакция? Возможно, речь будет идти о новых санкциях в отношении Томана Абрамовича. Ему помешают владеть какими-то еще активами, необязательно в Великобритании. Тут, возможно, достаточно широкий, в том числе географический торг. Но это будет уже реакция. Это значит, что так или иначе вопрос решен. Но мне кажется, что такой реакции не дойдет. И стороны все-таки договорятся относительно того, как распорядиться деньгами. Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight. В марте прошлого года Абрамович попал под санкции Великобритании, а в мае английская премьер-лига одобрила продажу клуба Chelsea консорциуму американского бизнесмена Тодда Берли. Согласно условиям лицензии правительства Великобритании, деньги от продажи клуба должны перевести на помощь украинским беженцам. СМИ писали, что размер фонда составит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.